Важный день для каждого жителя Ивановской области. Минувшее воскресенье, единый день голосования. 9 сентября граждане выбирали губернатора и депутатов ЗАГС собрания. На ключевую должность в правительстве претендовали 5 человек. В облдуму баллотировались представители 8 политических партий. В Ивановской школе номер 5 ровно в 8 утра двери распахнули сразу 4 избирательных участка. На данный момент никаких нарушений не было выявлено. Избиратели очень доброжелательно приходят. Были у нас впервые голосующие, которым мы вручали подарки. Они пришли к нам в первый раз. И пришли, кстати, в первую половину дня. Молодые люди проснулись рано, пришли, проголосовали, отдали свой голос до того кандидата, за которого они сочли нужды. Около полудня участок номер 67 посетил Ивановский градоначальник Владимир Шарипов. Не только чтобы проголосовать, но и подать пример ивановцам. Ходить на выборы важно и нужно. Сегодня проходят очень важные для нашего региона, а значит и для нашего города выборы. Выборы людей, которые будут определять как раз развитие нашей Ивановской области, нашего города Иваново. Потому что сегодня мы выбираем и губернатора, и сегодня мы выбираем областной парламент, который будет определять законодательство. Поэтому, конечно, я считаю, что каждому нужно прийти и выразить свою позицию. На некоторых участках для подсчета голосов используют электронные урны, кэги и каибы. На других, как здесь, бюллетени считают по старинке, вручную. Что же касается явки, то она оказалась в два раза ниже, чем на президентских выборах. По итогу дня чуть более 32%. Я считаю, что явка, конечно, низковата. В плане нарушений, если сказать, то пока никаких нарушений на данный час нет. И хотелось бы, конечно, чтобы явочка была повыше. Но я так полагаю, что процентов 30, дай бог, наберем. Граждане, которые по уважительным причинам не смогли лично явиться на избирательный участок, могли воспользоваться услугой голосования на дому. Чтобы проголосовать не по месту регистрации, нужно было предварительно оформить заявление на сайте госуслуг. Почему так важно ходить на выборы? А как не важно? Конечно, важно. Мы выбираем своего депутата, мы к нему обращаемся. Я, например, вот к ЛДПР обращалась, был тогда раньше сиротким. И он мне очень даже помог. Я считаю, что это важно для каждого россиянина, участвовать в выборах. Это личное мнение, из каждого личного мнения складывается наше будущее. 9 сентября выборы прошли не только в Ивановской области, но и ряде субъектов Российской Федерации. Глава Центра избиркома Элла Памфилова окрестила их самыми спокойными за последнее время. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.